Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я повзяться в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 26 января, воскресенье, и Церковь предлагает нам в этот день для нашего размышления и к нашему назиданию отрывок из послания апостола Павла к Эфессиным, глава 4, стихи 7 по 13. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел что означает? Как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня неделя по богоявлению. Неделя по-славянски это воскресенье, а остальные будние дни называются седмицей. Итак, сегодня неделя по богоявлению, это значит первый воскресный день после праздника богоявления, после праздника крещения Господня. И сегодня церковь предлагает несколько отрывков, и мы прочитали именно отрывок, который посвящен неделе по богоявлению. И это на самом деле очень символически точно связано с праздником крещения Господня, потому что здесь говорится в первом же стихе, в седьмом стихе отрывка, о дарах Христовых. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Итак, как на апостола, вернее, как Господа Иисуса Христа сходит благодать в момент крещения, вернее, эта благодать пророчески указывает на мессианское достоинство Господа Иисуса Христа. Также и во время крещения на человека через возложение рук апостольских, ну, в сегодняшнем нашем формате это возложение в миропомазание, это символ рук апостолов, возложение рук апостолов, снисходит благодать, и через это даруются человеку определенные таланты, и вообще человек пребывает в даре, в даре Святого Духа. И это очень связано вот именно с праздником крещения. Итак, каждому из нас дана благодать. Это очень важно помнить каждому из нас. Нужно помнить, что у каждого есть дар. И самый главный дар, который есть у каждого человека, это дар спасения. Господь дарует нам свое спасение, потому что мы заслужить его не можем. Поэтому акт спасения и акт нашей веры в это спасение, это и есть крещение. Наше заключение завета с Богом, это и есть крещение. Итак, мы воспринимаем этот дар. Мы все обладаем этим даром. Ну и в дальнейшем мы должны сами понять, какой именно дар дарован нам в церкви, который мы можем реализовать в церкви, в пространстве церкви. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Здесь очень интересно. Дело в том, что вот 8 стих цитирует, апостол Павел здесь цитирует 67-й псалом, 19-й стих. Если вы откроете, то вы увидите там, что фабула такова, что входит царь, победитель, за ним идут узники, он восходит на гору Сион, в Святой Град Иерусалим, ведет этих узников как победитель, он приходит в город, и горожане преподносят ему дары этому царю, и он их принимает. Здесь же мы что читаем? Здесь апостол Павел делает некий переворот, который произошел в Новом Завете по отношению к Ветхому Завету. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человека». Не принял, а дал. И вот это кардинальное отличие Нового Завета от Ветхого Завета. Ведь в Ветхом Завете человек должен был исполнять закон, чтобы угодить Богу, и жил под клятвой закона, потому что человек не мог исполнить закон, в принципе, не мог заслужить, но он должен был принести Богу некий дар. В Новом Завете наоборот. Бог дарует человеку спасение. Если мы вспомним Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, от Луки, то есть синаптические Евангелия, эпизод с Иоанном Крестителем, когда Господь приходит к Иоанну Крестителю, у Марка и у Луки мы видим, что нет разговора между Господом Иисусом Христом и Иоанном Крестителем. И это понятно почему. Вообще, вот эта история с крещением, она имеет определенные богословские проблемы, но так как это была реальная история, ее нельзя было игнорировать, и поэтому она включена в вот это вот предание, евангельское предание церкви. Соответственно, Матфей же, когда пишет свое Евангелие, он вносит вот этот диалог между Господом Иисусом и Иоанном Крестителем, показывая, снижая тот конфликт богословский, который был, ведь крещение было в оставлении грехов, человек должен был прийти и покаяться в своих грехах, но Господь Иисус Христос, он безгрешен, но приходит Господь на Иордан, крестится от Иоанна, и Иоанн говорит, я должен принимать от тебя крещение, я не буду тебя крестить. Он же говорит, нам нужно исполнить всякую правду, и принимает крещение. Здесь проблема в чем? Проблема в том, что неизвестно, нам исповедовал Господь какие-то свои грехи или нет, но очевидно, что не исповедовал, потому что он не мог этого сделать, он был безгрешным человеком. Но вот эта вот вставка, не вставка, а вот этот вот диалог между Иоанном Крестителем и Господом, он очень важен. Слова Спасителя очень важны, важны слова Спасителя, когда он говорит о том, что нам нужно исполнить всякую правду. А в чем правда? А в том правда, что больший смиряется перед меньшим, и именно Христос, и он дальше будет говорить об этом в своем нравственном учении, в своем этическом учении, Господь говорит нам, кто хочет быть первым, да будет вам слуга. И первые станут последними, и последние станут первыми. Всем нам знакомы эти слова, и эти слова непросты, и сам Господь в начале своего служения показывает нам пример этого. В чем заключается? Он показывает его не словами, а действием прежде всего. Он говорит, так он надлежит исполнить всякую правду. Правду кротости и смирения. Больший смиряется перед меньшим и исполняет эту правду. Не всякую, потому что всякая, не совсем удачный перевод, потому что всякая, это значит, есть какая-то такая, другая, третья, то есть много всяких правд. Так, одна правда, и вот эту одну правду, правду того, что кто хочет быть первым, да будет вам слуга, исполняет Господь. Вспомните умовение ног на Тайне Вечере. Господь нам говорит и показывает вот именно свой дар, дар человеку. И поэтому в Новом Завете другие отношения, Бог дарует человеку, а от человека требуется чистота сердца, чтобы принять этот дар и быть достойным этого дара. Поэтому здесь и поменял апостол Павел псаломский стих. Дальше говорится о том, что он вошел на небеса, но он вошел не для того, чтобы уйти из мира, а для того, чтобы присутствовать в этом мире везде и со всеми. И поставил одних апостолами вот эта первая часть, а во второй части говорится о различных служениях в церкви. Действительно, есть священники, есть миряне, есть епископы, и все мы выполняем разные функции. Поэтому нужно об этом помнить, но помните и то, что мы все являемся одним целым единой церковью Христовой. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, воскрешен Господи, и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова